Для того, чтобы начать работу с системой, пользователю необходимо зарегистрироваться. Пользователю рекомендуется вводить телефонный номер для того, чтобы дилер мог связаться с ним в том случае, если сделана ставка. Дилер может сделать эту опцию обязательной в контрольной панели в настройках. Пользователь может указать, какими машинами он интересуется, с желаемым пробегом. Также может указать год автомобиля и свой бюджет. Пароль может быть короткий. Нажали на кнопку «Зарегистрироваться». При этом вам приходит письмо на вашу электронную почту. Кстати, регистрация не обязательна. Но пользователь без регистрации не сможет отправлять ставки, подписываться на рассылки об автомобилях по заданным критериям. Также он не сможет добавлять лоты в избранное. Дилер, в свою очередь, не сможет получать заявку на авто, а также не сможет следить за тем, какие лоты смотрит пользователь и как часто он авторизуется. Вот, нам пришло письмо. Мы должны подтвердить нашу регистрацию. Для этого нажмите на ссылку внутри письма. Возвращаемся в систему и вводим тот логин и тот пароль, который мы задавали ранее. Давайте посмотрим на данные аукционов и остановимся на них, так как интерфейс идентичен остальным разделам. Выбираем производителя и модель. Сразу после этого мы увидим список автомобилей. Маленький совет. Если вам не нравится пролистывать список моделей, жмем на кнопку «Начало» и выбираем производителя и модель по двум кликам, без необходимости пролистывания списка. Справа вы можете уточнить поиск, выбрав год, пробег, объем двигателя, кузов, оценку, цвет авто и так далее. И чтобы сделать сброс, достаточно выбрать новую модель. Не всем пользователям нравится, что опции поиска теряются. Для этого есть желтая ссылка «Расширенный поиск». Установленный фильтр расширенного поиска сохраняется при выборе любой модели. Вот, я выбираю Toyota Alphard. И опции поиска остались те же. Это удобно, если вы ищете проходные авто, либо с пробегом, например, менее 50 тысяч километров. Можно выбрать оценку машины. Машины с оценкой 5, 4,5, 4 и 3,5 считаются нормальными. А оценка «Р» и звездочка – это машины в аварийном состоянии. Но система оценок отличается от одного аукциона к другому. Не забывайте нажимать серую кнопку «Сохранить поиск». Вы можете захотеть завтра искать такие же машины. И эта синяя кнопка поможет вам сэкономить время. Мы можем ввести свой адрес электронной почты. И нажать кнопку «Ок». Нам на электронную почту будет присылаться список новых лотов, соответствующих условиям поиска. Также добавляйте машины в избранные. Например, в лист А. Этот список можно легко отправить другу на электронную почту. Также и дилер может отправлять подборку автомобилей на почту клиента в один клик. Сейчас мы отправим лист А себе на почту. Если вы знаете номер лота, жмите «Производитель» «Любой». Вводим номер лота, например, 245. И жмите кнопку «Поиск» или «Энтер» на клавиатуре. Если вы хотите найти все авто в кузове NZE141, жмите «Производитель» «Любой». Заполняем кузов NZE141. И, внимание, в выпадающем меню выбираем кузов. Маленький совет. Многие дилеры спрашивают, как выбрать две и более модели сразу. Первое. Заполняйте кузов через запятую. Например, NZE141, NZE14260, без пробелов. А можно ли выбрать несколько моделей Toyota Vitz и Nissan Atlas? Да, можно. Шмите «Производитель» «Любой». Заполняем Vitz, Atlas, без пробелов. В выпадающем меню выбираем модель. Еще одна хитрость. Нажмите на ссылку «Год пробег» или «Объем», и слайдер исчезнет. Нажмите еще раз, и он вернется. Иногда удобно задать диапазон квавиатурой. Рассмотрим подробнее список лотов. Здесь можно выбрать валюту, в которой вам удобно видеть цены на машину. Фотографии машин увеличиваются. Но если мы желаем рассмотреть фотографию ближе, удерживая кнопку «Shift», нажимайте и держите левую кнопку мыши. Двигайте мышь вправо. Это удобно, если вы желаете разглядеть, к примеру, повреждения автомобиля или пометки в аукционном листе. Фотографии бывают разного качества, и иногда проще один раз увидеть. Приближайте нужный объект, это легко. В крайней правой колонке мы видим среднюю цену машины. Она бывает зеленая, точная цена, голубая, средняя точность и оранжевая, рассчитанная грубо. Средняя цена рассчитывается по статистике продаж авто по четырем параметрам. Год, кузов, пробег и оценка. В нашей системе в расчете средних цен используются данные продаж USS аукционов. Это дает предельно точный результат. Отклонение будущей цены продажи от прогноза зачастую составляет менее 15%. Когда мы делаем ставку на аукционе, разумно отталкиваться от средней цены. Рассмотрим то, как выглядит лот. Кстати, не обязательно открывать каждый лот отдельно. Можно нажимать кнопки предыдущей или следующей. Итак, зайдем внутрь лота Toyota Allian 8256. Мы видим много иконок, фотографий и форму отправки ставки. Обратите внимание, автомобиль имеет передний привод FF и мощность 109-110 лошадиных сил. Желтый треугольничек напоминает нам, что эта информация не точная, поэтому при покупке машины проверяйте эту информацию по аукционному листу. У данной авто 4ВД не обведено кружочком, значит, привод 2ВД. Заполним номер 3172909. Чтобы узнать месяц выпуска автомобиля и достоверную информацию о комплектации. дата производства автомобиля важна для расчета таможенной стоимости. Если машина непроходная, то покупать ее невыгодно. Данная таблица точна, потому что используют оригинальные данные EPC каталогов. каталогов. Например, color code 1F7. Это цвет, в котором выпущено авто завода. Вы можете сравнить цвет с фотографией, чтобы понять, бывали авто перекрашены. Немножечко расскажем про аукционный лист. Здесь мы видим оценку машины 4,5. Оценка салона А, стеклоподъемники, гидроусилитель и другое. Что касается кузова, мы видим отметки А1 и А2. Список всевозможных повреждений кузова приведен ниже. Это справочная информация. Мы видим, что А1 и А2 это маленькие и средние царапины. Далее идет статистика продаж. Каталог. Это информация о комплектации. Калькулятор полной стоимости. Наведя мышку, можно посмотреть, как таможенная пошлина рассчитывается. Ссылку можно нажать и проверить расчет на tks.ru. Кнопка «Предыдущие торги» нужна для проверки. Торговалась ли машина ранее. Данный лот продавался неделю назад. Он не был продан и авто перевыставлено. Видимо, хозяин авто ожидает более высокую цену продажи. Если вам эта машина понравилась и вы готовы ее купить, вы можете сделать ставку. Начальная цена была 580 тысяч йен. Цена может быть любой, поэтому на нее не стоит ориентироваться. Судя по средней цене, авто данного типа стоит полтора миллиона йен. Давайте попытаемся ее купить за миллион триста. Может быть, нам повезет? поставьте галочку «Транслейт». «Транслейт». Это значит, что мы попросили дилера перевести аукционный лист и вызвать вам его на почту. Жмем «Сделать ставку». Соглашаемся с условиями. Если нам кажется, что сделали ставку зря, нам хочется ее отменить, мы нажимаем на изображение человека. Заходим в электронный офис и в течение часа ставку можно удалить. Можно также добавить лот в группу лотов и попросить дилера купить одну машину из нескольких ставок. Это удобно, если вам понравилось несколько машин, а купить вы хотите только одну из них. Спасибо за внимание! Следующее видео посвящено контрольной панели автодилера.